И снова всем привет, друзья! Сегодня в очередной моей прогулке с вами по прекрасным местам острова Уайт я хочу рассказать вам ещё более прекрасную историю о женщине русской, о Валентине Гусевой. Вот она у нас на экране, которая из Сибири, из Челябинска смогла, полностью перевернув свою жизнь, выйти замуж за британского аристократа Дэвида. Вышла замуж Валентина, когда ей было уже за 40 лет, и у неё за плечами был первый брак. Так вот, давайте эту историю я вам сейчас и расскажу. Когда я впервые услышала историю Валентины, я была просто потрясена. Во-первых, жизнелюбием и энергией этой женщины, которая просто бьёт через край. Ну и во-вторых, конечно, её невероятному рассказу, в который даже, наверное, трудно поверить сразу. Но давайте обо всём по порядку. Я, конечно же, хочу вам именно рассказать со слов Валентины её впечатления об Англии, её впечатления об англичанах, потому что она прожила уже в Англии на сегодняшний день более 30 лет. Возможно, кто-то уже слышал эту историю, встречал её в интернете, ну, потому что действительно история потрясающая. Ну, а те, кто не слышал, я с удовольствием вам расскажу более подробно. Конечно же, со слов Валентины весь мой рассказ, может быть, он пойдёт не по порядку, но как она повествует, так и я всё это вам рассказываю. Ну и хочу сразу предупредить, пожалуйста, извините за не очень хорошее качество фотографий, потому что, скорее всего, что эти фотографии уже многожды перефотографировались. Я эти фотографии, конечно же, нашла в интернете. Вот так выглядела Валентина, когда она познакомилась со своим английским мужем. И вот что она рассказывает об этом. Когда я выходила замуж за Дэвида, я не очень себе представляла, кто он. Из-за своего плохого английского, возможно. Я видела, что он не бедный человек, хотя квартира у него была довольно скромная. Правда, когда он сказал мне, Валентина, «Инглиш леди не летают аэрофлотом» и купил билет в бизнес-класс за пять тысяч фунтов. Тогда я догадалась, что он состоятельный джентльмен. И уже спустя время я узнала, что он биржевой брокер и один из семи совладельцев Бристольской биржи ценных бумаг. А этой бирже более двухсот лет, который ворочает семью десятью пятью миллиардами инвестиционных фунтов. Член клуба джентльменов, куда пускают только по рекомендации двух старейшин. Кроме того, он тогда возглавлял шахматную федерацию Великобритании. И здесь, конечно же, возникает просто немой вопрос. Как этот мужчина мог вообще познакомиться с Валентиной, которая жила в Челябинске? Но оказывается, что Валентина решила свою жизнь полностью переменить. И вот давайте тогда уже по порядку то, что она рассказывает о себе и о своей жизни с самого начала. Мальчишкам я никогда особенно не нравилась, говорит Валентина. Я была метр пятьдесят с помпоном, толстушка, но очень весёлая. И с моим первым мужем мы поженились, потому что вместе росли и знали друг друга с детства. Он был хорошим мужем. Готовил, убирал, стирал, но немножко попивал. Антон, мой сын, родился очень болезненным ребёнком. Мы жили в радиоактивном городе Челябинск-52, где весь город работал под землёй на атомную промышленность, а выброс ядерных отходов в 1954 году дал нам радиацию в разы большую, чем был Чернобыль. Но тогда об этом ничего не писали. У него были блуждающие органы, и я первые годы его жизни провела с ним в больницах. В это время мой муж Гусев нашёл себе другую женщину, как обычно бывает. И я его сразу же с миром отпустила. У меня не было желания спасать семью. Мне надо было спасать ребёнка. Я всегда отличалась тем, что умела ставить себе одну главную цель и идти именно к ней. В тот момент была цель выходить моего сына Антона. И я его выходила. Мы продолжали жить в Челябинск-52. Антон, как и все дети, купался в радиоактивной речке. Мы же тогда ничего не знали о радиации. Уделили там рыбу, и мы её ели. Я работала в горосполкоме и очень хорошо зарабатывала. Тысячи рублей. Так нам платили за вредность. А потом я вспомнила наказ своей мамы перед смертью. Валя, пообещай мне, что ты уедешь отсюда. Всё равно куда. Лишь бы уехать. И я уехала в Ригу, где жила моя тётя. Это был тогда ещё СССР. Я разменяла трёхкомнатную сталинку на две комнаты в рижской коммуналке. Привезла с собой двадцать тысяч рублей. За свои деньги отремонтировала подъезд в рижском доме. Коммуналка была роскошная, с паркетом и печами в стиле югенд. Работала я и бухгалтером, и экскурсоводом. Ну, а потом я познакомилась с Дэвидом. Вот, к большому сожалению, Валентина не рассказывает, где именно и как именно она познакомилась с Дэвидом. Ну, вот эта фотография подписана. Наша первая совместная жизнь с Дэвидом. Первый год. Тысяча девятьсот девяносто второй. И я подумала, что это похоже уже как-то на Ригу, наверное, но трудно определить. Вот что дальше рассказывает тебе Валентина. Три года у меня ушло на то, чтобы выучить английский. И семь лет, чтобы понять менталитет англичан. Англия – это совершенно другая культура и мышление. Нам, британцы, кажутся чопорными, холодными, но я бы назвала это воспитанностью. Тем, что там тебе не лезут ни в жизнь, ни в душу. Каждый сам за себя и ничего не решает за других. Помню, как Дэвид решил познакомить меня со своими родителями. За неделю мы записались к ним на приём. Долго выясняли по телефону, когда им будет удобно нас принять. А когда мы пришли и сели обедать, два часа говорили только о погоде. Сижу это я и думаю, ну, тоска зелёная, куда я приехала? Я не сразу поняла, что в этом также выражается тонкий английский юмор. И в то же время англичане ценят нашу русскую душевность. Вот я помню, когда-то я подарила отцу Дэвида шарф, который связала своими руками. И я сказала ему об этом. Он был очень тронут, а спустя много лет завещал мне свой дом. И вот что Валентина рассказывает об английских жёнах. Английская жена никогда не напоминает по сто раз мужу, что ему нужно сделать. Там никто ни на кого не давит. Она может спросить, а есть ли у тебя желание и возможность, дорогой, сделать для меня то-то и то-то. Там не принято знакомиться с соседями. Я до сих пор не знаю, кто они, мои соседи. Хотя вообще-то я человек очень общительный и без людей не могу. Муж смеётся. Я утром никогда не знаю, какой флаг мне сегодня выставлять на обеденный стол, шутит он. В смысле, из какой страны гости будут у нас за обедом. Я могу познакомиться с людьми на автобусной остановке и тут же пригласить их к себе. Я так и не знаю, кто я теперь, ещё русская или уже англичанка. Думаю, что я за эти годы впитала лучшие из многих культур, посетив более 67 стран мира. Я потеряла всю свою ненужную мишуру и стала намного мудрее. И дальше Валентина продолжает, что она каждую минуту здесь, в Англии, чему-нибудь учится. Приехав в Англию, я сразу пошла на языковые курсы. Там познакомилась и подружилась с двумя женщинами. Одна из Индии и другая из Италии. У них были тоже мужья англичане. И мы не знали хорошо английского языка. И поэтому чувствовали себя людьми второго сорта. И видели, что точно так же себя чувствуют все остальные женщины. И тогда мы втроём открыли в Бристоле благотворительный клуб для иностранок, в котором учили женщин что-то делать своими руками. Шить, вязать, плести. И двести пятьдесят тысяч фунтов стерлингов нам сразу же дала мэрия. И ещё полмиллиона фунтов лотерея Lucky Number. Индийские бизнесмены отдали оверлоки, швейные и вязальные машины БУ. Мы начали с восемнадцати учениц, а через два года их уже было шестьсот. Тогда к нам пришёл представитель городского колледжа моды и дизайна и предложил, а давайте мы возьмём ваших учениц под крыло и будем им давать ещё. Между Кембриджем и IT колледжем я ещё окончила колледж моды и дизайна. И я убеждена, человек должен учиться каждую минуту своей жизни и неважно чему. Я обожаю учиться и считаю, что это делать никогда не поздно, пусть даже вам будет сто лет. И дальше Валентина рассказывает, что в две тысячи первом году она была уже в Сингапуре как преподаватель английского для иностранцев по программе «Учитель мира». И там увидела на выставке картины в объёмном изображении, создаваемое из бумаги. И она также заболела этим. Осталась на три месяца в Сингапуре, чтобы окончить курсы арт-академии. «Теперь картины в формате 3D – моё любимое хобби», – говорит Валентина. «Я сделала более сорока работ, и одна из них победила в этом году на выставке в Сан-Франциско». Скоро также меня ожидает выставка в Афинах, а мастерство это известно ещё с XIV века. Им в совершенстве владели Мария Антуанетта и мадам Пампадур. В наши дни трёхмерные открытки популярны также во всём мире. Вообще, друзья, не знаю, как вы, а я этой женщиной просто восхищаюсь. Вот дальше она рассказывает, как она научилась кататься на доске. «You must try before you die». «Ты должна это попробовать, прежде чем ты умрёшь», – сказал однажды мне мой сын Антон. «И это был сноубординг». «Ну, раз должна, и сын говорит, значит, попробую», – решила я. Мы поехали в швейцарские Альпы на 10 дней. Каждый день я брала уроки, каталась на доске. При том, что человек я совершенно не спортивный и при том ещё и ленивый. На экзамене надо было съехать с горы и затормозить не упав. И я получила сертификат начинающего. Но не поразительная ли женщина эта Валентина? И вот, что рассказывает Валентина о своём сыне Антоне. Когда мы приехали в Англию, Антону было 14 лет. Он сразу полюбил Дэвида, и это было взаимно. У Дэвида нет сыновей, только две взрослые дочери от первого брака. И помню, сидим мы как-то за обедом, и Антон мне тихо говорит. «Мам, а можно я буду называть Дэвида папой?» Я говорю, так ты и спроси у него сам. «Can I call you daddy?» – спрашивает Антон. И тут Дэвид заплакал. Когда Антон окончил школу, и надо было выбирать профессию, он сказал. «Хочу быть рабочим». «Когда ты богат, всем нужны твои деньги. Ты платишь огромные налоги. А я хочу просто жить». И получив в училище специальность механика, он стал работать чернорабочим в гараже. Но ему не понравился начальник, и Антон стал искать другое место работы. На глаза ему попалось как-то объявление, что требуется инженер в компанию, которая производит тормозные системы для военной техники. Он подал своё резюме, и, как потом оказалось, это сделали ещё 1800 человек. Два года шли собеседования. Он прошёл 12 интервью, и в итоге их осталось всего трое – Антон и ещё два англичанина. Один с прекрасным университетским образованием, другой с большим опытом работы в этой сфере. Но взяли всё-таки Антона. И решающим пунктом была головоломка, которую ему предложили решить за одну минуту, а он её решил за 20 секунд. Его теперешний начальник сказал ему «Мне с самого начала понравилось, что ты вёл себя достойно, не слишком пригибаясь перед авторитетами. Теперь у Антона есть любимая и очень хорошо оплачиваемая работа». Пять лет назад мой сын женился на девушке Саре, которая на три года младше его, и с которой он встречался ещё со школы. Впрочем, регистрировать свои отношения они не торопились. Но как-то раз Сара поехала в Лондон и пошла на выставку «Свадьба мечты». А там лотерея. Бросишь купончик, и можно выиграть «Свадьбу мечты». Купончиков было 85 тысяч, а выиграла Сара. Ну что ж, пришлось жениться, хотя Антон и не сопротивлялся. Всё торжество было за счёт организаторов «Дрим-вединг». «Свадьба мечты». Платья, костюм от дизайнеров, стол от лучших поваров, букет от флориста и фотографии знаменитых фотографов. Лимузин, съёмки для BBC и медовый месяц на Кока-Айланд в Карибском море. А также им подарили 2000 фунтов стерлингов каждому на мелкие расходы. Вот так им повезло, и такое было замечательное приключение. Живут они очень дружно, и уже у меня есть внук, ему полтора года. Сара работает менеджером в страховой компании. Вот всё это слушаешь и думаешь, как же людям удивительно везёт. Просто потрясающая история. И вот ещё Валентина рассказывает о нравах англичан. У Дэвида есть родной брат Мартин. Он епископ в Йорском кафедральном соборе. Епископов в Англии назначает своим приказом королева Елизавета II. И вот к слову о национальной английской сдержанности. Когда Мартин получил это назначение, он не позвонил никому из родственников. Только его секретарь прислал письма, приглашения на церемонию инициации. Нам с Дэвидом, родителям, тёте, которой почти сто лет, и всем родственникам. Все приехавшие родственники остановились в отеле. И после церемонии никто не кинулся его поздравлять. Все ждали, когда он сам к ним подойдёт и уделит немножко своего внимания. Валентина рассказывает. В 2000 году, видя, как Дэвид выматывается на службе, я сказала ему, И он подал заявление об увольнении, которое положено подавать за полтора года. В 2003 году он продал часть своих акций и стал заниматься благотворительностью. Он ведёт семь организаций. С 2006 года Дэвид был исполнительным директором Международной шахматной федерации. А ведь ему уже было под 70 лет. Но, тем не менее, он постоянно в разъездах. То турниры, то чемпионаты. Фактически мы друг друга не видим. У меня не часто получается сопровождать мужа. Ведь и я сейчас генеральный секретарь федерации Черлинга, Греции. Мы с 2008 года живём в Афинах, где штаб-квартира Фиде. Также часто я езжу на свои соревнования. В ноябре, например, мне предстоит Гонконг, потом Китай, уже с Дэвидом, где будет мировой чемпионат интеллектуальных игр. Потом Краков, снова Англия. Я на месте не сижу. Жизнь – это движение. Когда я в Афинах, занимаясь вопросами общины русских эмигрантов в Греции, как её координатор. Дэвид иногда говорит мне, «Ну, ты можешь уже остановиться, успокоиться и тихонечко посидеть дома?» А мой сын Антон отвечает ему, «Это уже будет не моя мама. Дэвид же по-прежнему смотрит на меня, как на икону, а я всё со своими приколами». И вот что ещё Валентина говорит, «Несмотря на мои жизненные перепитии, я всегда верила в себя и знала, что моя жизнь сложится благополучно. Я и другим это советую. Верьте в себя, ставьте себе цели и всегда идите к ним. Не жалуйтесь, не обсуждайте неудачи. Это самая большая ошибка большинства людей и пустая трата энергии. Жизнь слишком коротка. Не тратьте время зря. Никогда не смотрите назад, только вперёд. Мы не можем изменить то, что уже случилось. Ушёл к другой, любимый, надо разлюбить его немедленно. Какой смысл говорить о том, что вчера тебе не повезло? Забудь об этом. Завтра будет новый день и новые удачи. Только делай что-нибудь. Улыбайся и двигайся вперёд. Счастливые люди живут дольше. Вот такой сегодня, друзья, у меня для вас рассказ этой удивительной женщины. Просто, вы знаете, мне она показалась как энергайзер-батарейка. Я посчитала из тех рассказов, которые она здесь представила. Она 1952 года рождения, то есть сейчас ей 69 лет. А вот её муж Дэвид на 15 лет её старше. Он 37 года. И вот, вы знаете, тоже интересная история, как прекрасно выглядит этот мужчина. Потому что те фотографии, которые я вам показывала, впечатление такое, что они ровесники. Но это уже внешность, и она тут в Англии совершенно не имеет значения. И ещё я хочу заметить, вот, ну, конечно же, Валентина права, что никогда под лежачий камень вода не течёт. Это всё именно то, о чём я всегда твержу своим зрительницам, женщинам, которые хотят изменить свою жизнь, так же, может быть, как и я. Единственное, что, друзья, тут, конечно, опять же, возникает трудность, потому что тогда, в 90-е годы, познакомиться с иностранцем было почти в два раза легче, чем сейчас. Но, опять же, если говорить словами Валентины, кто ищет, движется вперёд и не унывает, тот всегда всего добьётся. А я бы хотела, друзья, послушать ваши отзывы, как вам понравилась такая история. И много созвучного нашли вы в её рассказе. Что вас удивило, что вам понравилось. Жду ваши комментарии, как обычно, друзья. Я всегда на позитиве с вами и на контакте. А на этом я с вами сегодня прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Пока-пока.